Управление Государственного строительного и жилищного надзора Республики в очередной раз приступило к оказанию помощи военнослужащим на территории специальной военной операции. Первый шаг – блиндажные свечи. Изготавливают их сотрудники в свободное от работы время. За 10 дней они успели сделать порядка 600 свечей. В прошлом году они отправили в зону специальной военной операции около 1000 штук и собираются не отстать в этом. Функционал тройной освещения, обогрев и приготовления пищи. Мы очень рады поучаствовать в такой акции. Думаю, ребятам на передовой очень пригодятся эти свечи. В этом процессе успели поучаствовать многие. Банками обеспечили детские сады и школы со всей Республики. Картон от коробок взяли из магазинов, а парафин отправил фонд «Якутия с тобой». Картон нарезается полосками, утрамбовывается в банке, заливается парафином. И свеча готова. Хватает ее от двух до восьми часов. Не дымит и греет так хорошо, что и одежду с обувью можно будет высушить. С каждого отдела по одному по два человека у нас обычно работают. Стараемся выделить такое количество сотрудников. Огромное спасибо всем, кто помогает нам в этом. Это детские садики, школы, которые отправляют нам пустые банки. В этом году они приходят к нам мытые, без зазубрин. Это очень хорошо. Ускоряет нашу работу. Отправляют не только городские детские садики, но и со всей Республики нам приходят. Уже мы завершили прием таких банок, потому что они поступили к нам в достаточном объеме. Кроме того, мы также получили помощь со стороны фонда «Якутия с тобой». Помощь предоставляется комплексной. Помимо всего перечисленного, участникам специальной военной операции отправляют заказанные ими вещи. Консервированная еда уха, например. А служащие в медчастях получают посылки со всеми необходимыми медикаментами, инструментами, а также квадрокоптером для облегчения нахождения раненых. Также уже был заказан специальный материал, из которого сотрудники сошьют плащи. Марина Захарова, Илья Сыромятников, Якутск.